События, которые обсуждают в Казнете, люди, о которых говорят, а также личности, которые об этом пишут. Мы расскажем и покажем тех, кто открыто заявляет о себе на интернет-просторах, имеет собственный взгляд на вещи и готов поделиться им со всем миром. Блогеры в эфире. Как блогеры ЕНТ сдавали 11 алматинских блогеров, попытались сдать пробное тестирование. К слову, публика была разношерстная по возрасту и профессиям. Кто-то давно покинул школьные пенаты и не сдавал ЕНТ, а кто-то испытал на себе новый формат проверки знаний. В любом случае, лишь пятерым блогерам удалось набрать проходные 50 баллов. Понятно, что эксперимент был не совсем чистым. В отличие от школьников, которые готовятся целенаправленно к тесту несколько лет, собравшаяся аудитория узнала об эксперименте за несколько дней и не имела времени подготовиться. Вопросы к тому же были из пробного тестирования прошлого года. И многие могут сказать, что некорректные тесты с того момента были убраны из запросников. Хотя я лично в этом сомневаюсь, потому что на моей памяти это обещание длится уже 10 лет. Несмотря на то, что тестирование было пробным, мобильные устройства, шпаргалки и калькуляторы все же у блогеров изъяли. Результат эксперимента. Высокие баллы блогеры набрали по профильному предмету английский язык и география. Хорошие показатели и по истории Казахстана, и по русскому языку. А вот с царицей наук математика и у многих были проблемы. Логарифмы, алгоритмы и уравнения многим оказались не под силу. Особенно подвела участников эксперимента математика. Было видно, что за годы забылись все формулы. И участники действительно пытались вспомнить методы решения квадратных уравнений, логарифмов и производных функций. Задания, которые легко решались в школьное время после 5-17 лет в зависимости от возраста участников тестирования, сильно подзабылись. Сильно не хватало изъятого калькулятора, лежавшего на столе экзаменатора. Блогеры охотно делятся своими впечатлениями от тестирования. Например, известный в сети блогер Самсон Безмятежный решал вопросы по математике при помощи теории вероятности. По мнению блогера, каждый четвертый ответ на угад должен быть верным. Теория вероятности его не подвела. Итог 5 баллов по математике. Сегодня на ЯНТ я почувствовал, что отвык писать ручкой. Математику заполнил наугад. Исторические даты лишь фрагментами всплывали в памяти. Русский и историю в 2005 году я сдал на максимум. По 30 баллов. Сейчас же только русский и помню. Самым интересным для меня в эксперименте стал казахский язык. Мы не проходили в школе грамматические термины. Так что я порой просто не понимал, о чем же вопрос. Еле вспомнил. Например, что Одагай – это междометие. Ну а в целом лишний раз убедился, что ЯНТ – это бесполезный способ проверки школьных знаний. Ведь эти знания, как оперативная память, испарятся. В жизни ведь нужны совсем другие. Например, экономика. Результаты для сдачи без подготовки очень даже убедительные. Блогеры молодцы. У меня была уверенность, что ЯНТ вообще сдать невозможно после тех вопросов, которые в сетях публикуют. Я бы 25 точно набрал. Это по теории вероятности, потому что все равно ничего не помним. Отвечал бы наугад. Самые низкие баллы – всего 30 набрал блогер-активист Нуралья Теленов. В тупик блогера поставили вопросы, кто является единственным источником власти в Казахстане. Правильный ответ – народ. А также задание по математике, на которую, как пишет сам Нуралья, он забил еще в школе. Я вас всех люблю, конечно, но мне бы ваши проблемы. ЕНТ ходите, сдаете, эх. А результат Нуралья и Теленова особенно порадовал. Видимо, парень только умеет кричать. Блогеры, выходите. Ржака, да и только. О, блогеры у нас самые умные. У меня есть подозрение, что я бы не прошел. Мне само интересно, сколько баллов набрала бы я. А на тестировании, если вдруг проведут пробные ЕНТ среди журналистов и телеведущих, обязательно сообщу вам о результатах. Не обошелся период ЕНТ без бурного обсуждения в соцсетях вопросов тестирования. Когда в Алматы открылся пивной завод? Этот вопрос задали министру образования. Вопрос остался без ответа. Я бы еще дополнил вопросом, кто акционер и почем он его приобрел. Наверное, составители надеялись, что выпускники, прежде чем выкинут бутылку, читают этикетку. Надо спросить у отличницы, набравшей 125 баллов. Кстати, на некорректные вопросы пожаловались и алматинские блогеры, которые успели сдать пробное тестирование. К примеру, зачем мне нужно знать показатели рождаемости во Франции или какая средняя температура Юля на севере Казахстана? Понятно, что это были пробные вопросы, но тем не менее, с 2004 года обещают, что эти некорректные вопросы будут исключены. Казалось бы, хватило бы и двух, трех лет, чтобы разрешить ситуацию. Но уже 10 лет прошло. Не только мы, но и реальные участники ЕНТ жалуются на наличие таких вопросов. Что, скорее всего, говорит не о том, что нужно убирать такие вопросы, а о том, что что-то не так с этой методикой. Помню, когда я сдавала ЕНТ, попался вопрос по истории Казахстана. Сколько зубов было у коня какого-то батыра? Удивляться не стоит. Действительно, такой вопрос есть в ЕНТ по истории Казахстана. 1858 год. Пивзавод положил начало местной алматинской промышленности. А вы как думали? Как пресс-секретарь Министерства образования и науки отвечаю. Вопрос звучит так. Какое промышленное предприятие было открыто в 1858 году в городе Верный? Правильный ответ был пивной завод. Но этот вопрос был в прошлом году. Отец абитуриента не говорит в своем синхроне, что был такой вопрос. А говорит, заметил такие вопросы, когда девочка готовилась к ЕНТ. Этого вопроса нет в этом году в тестовых заданиях. Какие еще пикантные вопросы подготовили работники МОНа в этом году и какие будут в следующем? Поживем, увидим, обсудим, а кто-то и затроллит. Копилка супер-селфи пополнилась еще на один кадр. Британский блогер Ли Томпсон сделал первое в мире селфи на вершине статуи Христа Искупителя в Рио-де-Жанейро. Как пишет сам Томпсон в своем блоге, он направился в Рио, чтобы запечатлеть подготовку к Чемпионату мира по футболу. И никак не надеялся на то, что власти дадут ему разрешение на фотосъемку. Чтобы забраться на вершину 40-метровой статуи, Томпсон преодолел 12 лестничных пролетов, которые расположены как вне, так и внутри извояния. По словам искателя приключений, наверху лестницы очень узкие и неустойчивые. Весь свой путь Томпсон заснял на видео. Спустя 20 минут я добрался до сердца Христа, выложенного из красивых мозаик. В кромешной темноте мы добрались до плеча, а затем и самой головы статуи. Я не мог ждать ни секунды, прежде чем открыть люк на вершине статуи. Я никогда не боялся высоты или труднодоступных мест. Но в тот момент я одновременно испытал на себе акрофобию, клаустрофобию и глубокое благоговение от всего увиденного. И это воистину замечательно. У меня аж перехватило дыхание от увиденной панорамы с высоты птичьего полета. По словам Томпсона, многие считают съемку самого себя напрасным занятием. Но такие селфи – это мощное средство, с помощью которого мы можем поделиться своими ощущениями со всем миром. Это способ запечатлеть момент и сказать «я был здесь». Меня одного смущает, что он стоит без страховки. Ветерок дунет и... Что нужно? Во-первых, пройти через охрану. Во-вторых, не упасть. А в-третьих, вернуться. Зашибись, успех. Вот она мечта – сделать селфи на статуе. Космонавты на орбите – жалкие и убогие мыши. Напоследок традиционно видеокадры, ставшие популярными на этой неделе. Героем дня стал президент США Барак Обама. В комментариях к видео говорится, один из посетителей тренажерного зала варшавского отеля «Мариотт» тайно снял на телефон, как глава Белого дома упражняется с гантелями. Тренировка длилась около получаса, но собрала тысячи комментариев в сети. Кто-то хвалил президента, а кто-то критиковал за ненадлежащую физическую форму. Он хоть что-то делает. А что делаете вы? Сидите дома, отращиваете задницы с животами? Я не люблю Обаму, но согласитесь, это же круто, когда президент занимается в отеле на общих основаниях со всеми. В этом он прям крут. Он занимался в обычном зале без нескольких колец охраны ФБР и ФСО. Вот это здорово. Более подробную информацию вы можете найти посредством QR-кодов. Для этого на вашем смартфоне или гаджете должно быть установлено специальное сканирующее приложение. Наведите устройственное изображение, и вы легко сможете перейти по ссылке. Это были блогеры и я, Анжела Гарипова. Следите за своими мыслями, постами и комментариями, потому что мы следим за вами. Субтитры сделал DimaTorzok